Добрый вечер! У эфира новинный для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. Уж тут и дневой программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите у выпуску. Податковые инспекции закликают гражданам больше активно корыстаться электронными сервисами для оплаты податков и оперативного информования об законодавчих изменениях. Депозиты и облигации доведемся, у чем больше удобно, безопасно и выгодно заховывать гроши. Кошт квадратного метра в новобудовлях в ближайший час истотно не изменится. И на конце программы проанализуем, как изменились цены на садовину и огороднину на гомерских рынках. А заразь об этих и инших новинах больше подробязно. Звыше 6 тысяч жихаров гомельщины зарегистровались на портале Министерства по податках и сборах. Заразь они могут не только отримывать квитанции на оплату податков и актуальную информацию о изменениях в законодавстве, а лезть задавать питания инспекторам. Как корыстаться такой послугой, потребны идентификационный код и пароль для работы в особистом кабинете корыстальника, размешанном на сайте Министерства по податках и сборах. Их выдадут у любой инспекции, незалежно от места жихарства, абсолютно бесплатно. Одинная умова – наявность при себе пашпорту. Дорогие, как и тут заэкономить час, заявку на регистрацию так само можно заполнить на портале Министерства. Платильщик с помощью данных кода и пароля может зайти в личный кабинет, получить актуальную информацию о начисленных и уплаченных платежах, оплатить налоги, получить извещение на уплату земельного налога и налога на имущество с физических лиц. И многое другое, находясь в любой точке мира, важно, чтобы был интернет для этого. В раз особистый кабинет физической особы можно предоставлять декларации и подавать заявы на житявление администрационных процедур. Але для этого треба набыть ключ за электронно-личбовым подписом в информационно-выдовецком центре у Гомеле. У одной из наступных программ информация об тем, что такое электронные сервисы, призначенные для юридичных особы. А зараз до инших тем. Многие беларусы заховывают сбережения на банковских депозитах, не глядячи на тое, что сегодня на сельнице доступны широкий спектр инвестиционных инструментов. Депозиты адрозниваются простотой, надеянностью, минавито гэта и привабливая. Але зараз есть и альтернатива, облигации, якие хоть и мают широких особенностей, а маль не заступают к обычным укладам надеянности. У сусветной практицы есть разные подыходы, данные лишения дохода по облигациях. Але в Беларуси расповсюджен самый простый вариант – купонный доход, який вызначается, загадя установленной процентной ставкой. Паперы набываются за номинальный кошт, например, за тысячу долларов альбо пять тысяч рублей. У момент погашения вертается номинал и плюс яшение, которая сумма. Более 50% широкой денежной массы нашей страны – это депозиты наших граждан в иностранной валюте. Это примерно более 7,5 миллиардов долларов США на сегодняшнюю дату. В последнее время наметилась тенденция снижения процентных ставок на денежном рынке. В частности, снизились процентные ставки по вкладам депозитом в иностранной валюте. Снижение составило более чем 3%. На сегодняшний момент вот такие срочные вклады безотзывные в иностранной валюте свыше года, свыше двух лет максимальные процентные ставки составляют около 1,5, 2,5 и максимум 3%. Поэтому появилась альтернатива вложения средств. И наиболее такой реальной альтернативой является использование облигаций. Головные параметры, которые вызначают доходность – процентная ставка. По облигациям она, звычайно, больше высокая, чем по укладам. Особливо это зауважно на валютных паперах. Доходность по опошних выпусках валютных облигаций Минфина превышала 6% годовых. В чем еще отличительные факторы, на которые необходимо обратить внимание? Это срок. То есть, если депозиты бывают на более короткий срок, то есть это могут быть депозиты на 30 дней, на 90 дней, ну и свыше, то облигации, как правило, размещение облигаций производится на более длительные периоды времени. То есть это, как правило, год и выше, ну и наиболее распространенные – это 2-3 года. Процентная ставка по облигациям как раз и зависит от того срока, на который она выпускается. Поэтому, если облигации выпускаются, например, на 2 года, то процент сегодня составляет 5% в годовых долларах США. Если это облигации сроком на 4 года, то здесь процентная ставка может быть выше, и вот по некоторым банкам она достигает 6 и даже чуть более процентов. А кроме того, по облигациям отсутствует подоходный податок. Как вядомо, по депозитам у некоторых выпадках доход обкладается податком по ставце 13%. Али есть и недохопы. Наприклад, доход по депозитам можно издымать что месяц, по облигациям что квартально альбо радей. На депозите можно разместить любую сумму, а по мер инвестиции облигации обмежаваны ее номиналом. Депозит можно пополнять, облигации не льга. До речи, средняя процентная ставка по новых кредитах банков фізичным особам у белорусских рублях, выдаденных на термін с выше 1 года, у Кастричнику склала 18,4%. Год тому я набыла 21,6%, а у середням за минулый год склала 22,2%. Середняя процентная ставка по новых банковских укладах у национальной валюте, выдаденных на термін с выше года, у минулого месяца склала 16,9%, супрой 28,6% у леташнем Кастричнику. Динамика ставок кредитно-депозитных рынка селета у студене Кастричнику наступная. У протяг финансовой темы. Кошт квадратного метра в ближайший час истотно не изменится. Об этом заявил министр архитектуры и будовництва Анатоль Чорный. Такие прогнозы, связанные с тем, что рынок жилья перенасыщенный, и забудовщики это обовязаны уличывать при формировании кошту квадрата. Что тычется покажчика по коште для квадратного метра жилья с держподтрымкой за 9 месяцев, то при задании 815 рублёв по факте ёнсклау прикладно 765, что практически не адрознивается от леташних личбов. А зараз да цен над Центральным и Протковским рынках Гомеля. Бульба и капуста на гэтым тыдне каштуць от 27 до 50 копеек за килограмм. Моркова от 27 до 80 копеек. Бураки от 37 до 70. Рэцька от 1,5 рублёв. Кабачки от 50 копеек. Сельдеры и дайкон от 3 рублёв. Цена на яблоки вагается от 86 копеек до 2 рублёв. Пучок зеленины – 50 копеек. Галок чеснока – от 30 до 80 копеек. Хурма – по 3-4 рублі. Мандарины – от 2,60 до 4 рублёв. Груши – амалят 2 до 4 рублёв. Цены на гэтую и іншую садовіную агародніну у табліцы. На гэтам у мене ўсё. З вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдёй у эфір «Прастыдзень». До сустрэчы! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова